Снова всем welcome! Это снова я. Я нахожусь в таком вот замечательном месте, недалеко от Императорского дворца, недалеко от станции Токио. Сегодня речь пойдет про работу в IT-компаниях. Меня многие спрашивали, как она работает в IT-компании. Но я вам так скажу, что все зависит от самой компании, от ее политики и от тех людей, с кем вы будете работать. Существует несколько видов IT-компаний. Первый – это чисто японские IT-компании. Туда иностранцу попасть очень сложно, а если вы попадаете туда, то будете работать как японец. Вторая IT-компания – это, скажем так, те IT-компании, в которых есть иностранные работники, но большая часть все равно японцев. И третья IT-компания – это где чисто иностранные, скажем так, специалисты, иностранцы и менеджеры, в том числе, все иностранцы. В общем, смысл такой. В IT-компанию, если вы попадаете в обычную, в японскую, это самый такой, скажем, не очень вариант. То есть я работал в чисто японской IT-компании, и я вам так скажу, что отношение к иностранцам там не очень хорошее, в том плане, что вы будете работать как японец, то есть с большой переработкой каждый день, и без каких-либо, скажем так, привилегий, или там надбавок, или еще каких-то бонусов. Обычно вся переработка уже включена в стоимость, то есть зарплаты. Поэтому, если вы попали в такую компанию, то есть устроились, например, да, то будьте готовы, что каждый день вам придется перерабатывать по два, по три часа. И еще такой момент, что есть несколько типов компаний, которые, скажем так, по роду деятельности отличаются, скажем так, типом работы, то есть стилем работы. Например, игровые компании, в которых производят, ну, то есть игры выпускают, то есть у них самое большое число часов рабочих в месяц. Вместе с переработками, со всеми делами. IT-компании, которые занимаются разработкой веб-приложений или мобильных приложений, то есть у них так, ну, средненько. Переработка обычно не бывает. И нет такого вот прям графика жесткого, как в игровой компании. И еще третий тип, ну, это обычные какие-нибудь, то есть компании, которые производят веб-сайт или аутсорсингом занимаются. То есть у них своих проектов, как таковых, мало, но они работают с другими компаниями, то есть берут в других, более крупных компаниях заказы и как бы дают разрабатывать своим специалистам. Поэтому, если вас так, скажем так, интересует, то вот в этой типе компании, в которой аутсорсинг, там самое меньшее число переработки и обычно более-таки длительные сроки разработки. Те компании, которые сами разработают свои проекты, особенно те, которые игры производят, у них очень все жестко, все очень быстро надо делать. Релизы практически там через день, через там два дня и перерабатывают люди там по четыре часа, некоторые по шесть часов перерабатывают, выходные выходят, и в месяц получается больше двухсот часов рабочих выходит. Поэтому, если вы, как говорится, любите вот так вот поработать и вам нравится, вы работаете, например, в игровой индустрии, то вот это ваш выбор. То есть вы можете устроиться, ну, желательно найти работу в какой-нибудь мультиинтернациональной компании, где есть иностранцы помимо вас и более-менее лояльно относятся к иностранцам. Что еще? Ну, допустим, вы пришли в игровую индустрию. Вот я расскажу, я работал в нескольких игровых компаниях и скажу так, например, если вы работаете по играм, которые на мобильной выпускаются, то, соответственно, там у них идет еще задержка небольшая с релизом, потому что Google Play или Apple Store проверяет ваши приложения перед релизом, чтобы зарелизить. И за счет этого дата релиза немного задерживается. Поэтому там не очень такие большие сроки, ну, скажем так, более большие сроки по релизу, чем в игровой компании, которая выпускает, например, на компьютер. То есть там ничего не нужно ждать, там просто сразу релиз, и тут же идет этот самый следующий уже подготовка к следующему релизу и начинают уже разрабатывать там баги, править и так далее. Все это отнимает уйму времени. Плюс еще тестирование. Тестирование также на самих программистах лежит. Обычно люди, которые вот работают в IT-компаниях по играм, они также и тестированием занимаются. Но, я вам так скажу, это зависит опять же от компании. Это не везде так. И как бы смотря, куда вы устроитесь. Самый лучший вариант, если вы хотите работать, и чтобы на вас не оказывалось давление, чтобы вас не торопили, не заставляли перерабатывать много времени, рекомендую устроиться в среднюю компанию. Это примерно 50-100 человек, в которые идет разработка на мобильные приложения, либо веб-приложения, или же там тоже самые сайты, но свои проекты. Ну или, например, девайсы какие-нибудь, они устройства разрабатывают, то есть для них программное обеспечение. Это тоже нормально, там тоже ничего такого сложного нет, и сроки не такие сжатые. Соответственно, если вы устроились в такую компанию, то вам будет хорошо работать в ней. В целом, достаточно комфортно. Также желательно, чтобы там были уже иностранцы, чтобы менеджеры уже привыкшие были к иностранцам. Потому что, если вы иностранец, а там работают, например, только японцы, соответственно, отношение вам будет как к японцу. С вас будут спрашивать, как с японца. Все. То есть, а японцы, они любят перерабатывать, я вам так скажу. Даже после выхода закона о запрете большой переработки в месяц, то есть, там больше 40 часов нельзя в месяц теперь перерабатывать по закону, все равно находятся, то есть, фирмы, которые стараются сделать большое число переработки и побыстрее все выпустить. И они, как бы, с одной стороны, они все правильно делают, то, что, ну, как бы, да, ради бизнеса надо все стараться сделать. Но, с другой стороны, они могут нарушать закон. То бишь, они могут сделать, например, попросить вас, чтобы вы делали число переработок меньше, чем 40 часов, но при этом работали. То есть, по сути, ваше рабочее время не будет учитываться. То есть, тем самым, они, как бы, от себя, себя, как бы, скажем так, с себя снимают обязательства, то, что якобы вы сами остались, то есть, вы, как бы, не учтены там во времени, а при этом они перед налогово, перед законодательством, то есть, чисты. То есть, но если вы переработали больше 40 часов, то по истечению некоторых месяцев, нескольких месяцев, к ним может прийти проверка и будет спрашивать и узнавать, почему у вас работники перерабатывают больше, чем положено. Так, ну, например, теперь расскажу немного о зарплатах и то, как бы, где лучше и удобнее работать. Конечно, как я уже сказал, лучше всего выбирать работу где-нибудь в Токио. Ну, вот, например, вот здесь, недалеко от станции Токио есть, на Шинджику есть, на Кубакура там, на Шинагаве, на Сибуя. В общем, где, где вам нравится, там и ищите работу. IT-компании достаточно много везде по Токио. И зарплаты в Токио самые высокие по Японии. Так, теперь расскажу по сферам. То есть, ну, в какой, в какой индустрии больше всего, ну, платят. Например, если вы работаете, хотите работать по контракту, то есть, контрактная работа в IT-сфере примерно от трех месяцев, там, ну, бывает, кстати, один месяц, но это редкость, от трех месяцев до шести, до года. после истечения контракта и могут продлить, а могут и не продлить, в зависимости от того, завершен ли проект или нет, или нужен ли им еще, как бы, программист или нет. Вот, что вам я не рекомендую в этом плане. Не устраивайтесь в Haken-компании. Это компании, которые сами у себя не имеют никаких проектов, а сдают программистов, скажем так, в аренду в другие компании для того, чтобы, скажем так, программист там сделал какую-то работу, они с него получают за это оплату порядка 30-40% с его зарплаты, грубо говоря, а все остальное выплачивают ему. Соответственно, если у вас, например, зарплата, вы захотели там 400-500 тысяч йен, то вот плюс 40% и вот такую зарплату должны будут заплатить в той фирме, где, куда они вас сдают в аренду, скажем так. И поэтому найти работу очень сложно в этом плане, что такую большую зарплату не каждый готов заплатить. Далее. Что значит по зарплате? Вот. Соответственно, самые высокие зарплаты это идут по C++, по по Java, по разработкам игр компьютерных. Это порядка, где-то в среднее, средняя зарплата где-то 6-7 миллионов, где-то так, в год. Ну, йен, да. Если разработка идет обычных веб-приложений каких-нибудь там, сайтов, да, то это PHP, соответственно, PHP, MySQL, и там зарплата небольшая, примерно около 400-350 тысяч йен в месяц. если вы разрабатываете какие-то, например, браузерные, мобильные приложения, или же, например, приложения для старых телефонов, например, есть в Японии еще люди, кто пользуется старыми телефонами, такие раскладушки. Соответственно, вот для них разработка приложений тоже достаточно интересная. Там тоже оплата идет хорошая за это порядка где-то 400-500 тысяч йен в месяц, но это где-то выходит около тоже 5 до 6 миллионов в год зарплата. Соответственно, вот с этой зарплатой можно тоже нормально жить под Токио. И еще есть тип приложений, которые разрабатываются, ну, точнее, не приложения, больше, как, скорее всего, разработка веб тоже, на Питоне, на Скале, на Руби. На них хороший идет разработчик порядка 6-ти тоже, 7-ми миллионов в год. Но это хороший, то есть, это там, например, как он называется, сеньор, сеньор разработчик, то есть, это как бы высший состав, практически менеджер, то есть, обычный разработчик не очень много получает, то есть, ну, где-то порядка 4-х, где-то 4-5-ти миллионов в год, вот так. В принципе, я думаю, я все рассказал. Если у вас еще остались какие-то вопросы, а, ну, еще вот, одну вещь забыл, про всякий соцпакет. Во всех компаниях, независимо от того, где бы вы работали, по контракту, по на постоянке, да, то есть, везде идет соцпакет, то есть, оплата за проезд, оплата, значит, налог, там идет оплата, но если вы работаете по контракту, вы должны сами платить социальные страхования и пенсионный фонд, а если вы работаете на постоянке, то за вас фирма будет платить. Плюсы в том, где вы работаете, если вы на постоянке, то вы не сможете выбирать страховую компанию или страховую, скажем так, план, за вас фирма все выберет и это бывает очень дорого, а если вы работаете на контракте, вы можете сами выбрать недорогой план и платить не так много, в этом тоже есть свой плюс, но на постоянке более спокойнее работать, поэтому сами смотрите как вам лучше. Ну вот в принципе и все, все, что хотел рассказать. Если у вас какие-то остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А с вами был Дэн, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч! До свидания! До свидания! Продолжение следует...